Всем привет и хорошего настроения! С вами Рэй, ребята, и сегодня мы продолжаем проходить Хастл Кастл. Ну что, давайте глянем, что у меня здесь. Ага, Любомир 39 уровень получил. Замечательно. Так, казначей, 9-10, великолепно. Соберем бревна, соберем монеты и, естественно, яблочки. У меня их, как видите, очень мало. Так, что у нас тут, ребятушки, по вторжениям? Одно вторжение есть, это меня радует. Давайте-ка приступим разбирать этих охламонов. Иди-ка сюда, мой родной. Так, сейчас мы тебя нахлобучим и все у нас будет хорошо. Да, ребята, как вы увидели, что яблок у меня мало, потому что, как вы помните, я ставил аппад со свою столовку. Так что теперь придется мне их очень долго копить обратно. 83,5 тысячи. Это, грубо говоря, на 8 походов. И что нам дает сундук? Только ресурсы. Но ресурсы, ребята, это тоже неплохо, так что не будем отчаиваться. 420 ресурсов в час. Так, ну-ка, давайте глянем. Вот здесь у меня ребята стоят, учатся. Какой у тебя, братишка, уровень? Десятый. Девятый. Не подходит. Ну, ладно, пускай пока полежит до лучших времен. Так, все здесь пока у меня нормально. 3 часа 31 минута будет крафтиться еще посох. Как же ты у меня долго лечишься? Ну, давайте сходим на карту, посмотрим врагов наших. Так, мерд. Нет, здесь мы не будем. Давайте сюда заглянем. Аксель, 23 уровень. Не то. О, у нас вторжение есть. Жозе. Ну-ка, давайте посмотрим. О, елки-палки, 106 тысяч. Нет, ребята, это слишком для меня. А ну-ка тебе давай просмотрим, просканируем, так сказать. Ага, здесь уже более-менее. Так, ресальщик у него стоит. Хиллер и даггер, да. Значит, кинжальщик. И опять же хиллер. Два хиллера, рез и кинжальщик. Нет, это, ребята, плохо. Не будем на него нападать. Так, ну что, по крайней мере, у нас есть вторжение. Орки. Мы, наверное, с них, ребята, и приступим в нашу игру. Так, денег у меня почти 500 тысяч. Это, в принципе, очень хорошо. Хорошо, скоро мы поставим с вами определенный ап какого-то здания. Ну что, давайте начнем, наверное. Поехали. 37 тысяч мощей. Разбираем их не спеша, плавненько, как говорится, с чувством удовлетворения. Полного причем. Так, все, ребятушки, отдыхать пора, как говорится, баиньки. И мы забираем у них сундук. Отлично просто. И, естественно, я его буду сейчас сразу же вскрывать. Ну, вначале поставлю их на отхил, конечно же. Так, лечимся идем, ребята, лечимся. И сундучок наш родной что нам дает? Ага, ресурсы. Ладно. Ладно. Мы это съедим. Редкое, блин, оружие. Посох, а? Вы бы дали мне какое-нибудь нормальное что-нибудь, а не ресурсы. Так, ну что у нас? У нас на цели, ребята... Ой, елки-палки. Миллионы, миллионы. Пошли уже за миллионы. Значит, мне, ребята, надо, знаете, что делать? Казну увеличивать. Ну, конечно же, вы знаете, для чего я это буду делать. Потому что нам нужно будет очень много денег. А у меня сейчас вмещаемость, если я не ошибаюсь, миллион. А там уже полтора, миллион двести. Так что в любом случае придется апать казну. Но для этого нам нужно, естественно, накопить золото. Чем мы будем сейчас заниматься? Ну, для начала все-таки мы разрубим всех орков. Так, что там у тебя? Ага, все, отлично. И идем прямиком на карту. Так, у нас еще один орк остался. Сейчас мы его разбомбим. Отнимем сундук. Вскроем. Посмотрим. И, наверное, будем, ребята, потихонечку пвпшиться. Ну, нападать на замки наших врагов. Да, конечно, я не очень хочу себе получать очки лишние, пвпшные. Но все-таки нужны деньги и никуда не денешься. Ух, мы еще и получили синий сундук. Вот это вот уже великолепненько. С него обязательно что-нибудь выпадет. Хорошенькое. Или колечко, или оружие. Так, давайте глянем. Так, ну тут ресурсы, это понятно. А здесь у нас что? Чем порадует? Оу, арбалет. Арбалетик. 695. Угу. Ёлки-палки. 41 уровень. Да, ребята, мне нужно в любом случае апать тренировочную бойцов. Я уже, можно сказать, на сороковке сижу. Но надо развиваться дальше. А там очень дорого все. И по ресурсам, и по времени. Так, ну давай, 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 родной, давай, отхиливайся. Ну вот, ребятушки мои отхилились. И поэтому давайте посмотрим. Алтарь магистра Фрогуса. Их ты, чертов. Маг, а? Надо его как-то валить, ребята. В любом случае, никуда не денешься. Давайте-ка попробуем еще разок. Должен же справиться, а? Ну. Давай, 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 давай. Давай, поднажми, ребятушки. Так, отлично. Один упал, голем. Блин, держись, держись, родная. Не падай. Иначе он переключится на моих магов. И это будет бобо. Давай, 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 давай. Резайте, резче. А какое там резче? Ну, ребята, по-моему, рулим. Рулим, рулим. Ну, давай, 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 давай. Ну, осталось немножко. Совсем удар. Еще удар. Есть. Есть, ребята. Все. Наконец-то этот Фрогус чертов у нас, как говорится, получил свое. Он еще нам дал сундучок. Что такое? Все мои каменные творения поломаны. Гармония чертогов нарушена. Ах, проклятые люди. Теперь я ненавижу вас еще больше. Ты всегда был неисправим, Фрогус. Кто бы мог подумать, что они подойдут так близко к моему дому. Хорошо, что все это время я держал Чавка голодный. Правда, Чавка? Арг. Чавка, ничего себе монстр. Нормально, ребята. Так, давайте забираем. Ага, прогрессик. Так, это хорошо. И сундучок мы вскрываем. Ёлки-палки, вот это новости. Так, блин, на 44 уровень. Ну как же без этого? Никак. Так, отлично. А эта бронька тоже 42 уровень. Арбалет 35. Ну что же, ребята, я скажу. Я вполне доволен. Еще получили ресурсов. Ух ты. И еще. Да просто какая-то прям небесная мана. Ух. Великолепно. Так, больше не дают. О, еще дают. Ядрить его на корень. Я просто рад и счастлив. Замечательно. Надавали дерево, денег. Круть. Просто круть. Давайте ставить их на отхил. И у меня еще сундучок, оказывается, есть. Так, а что у меня здесь выпадет? Бронька и 7 кристаллов. Ну что же, неплохо довольно-таки. Да, топорик, конечно, великолепен. Мне очень он нравится. Такая структура у него красивая. Но не могу пока применять. Ну что же, пока мои ребята отхиливаются, давайте сходим на карту и глянем, что здесь еще у нас есть. Ага, здесь мы, к сожалению, да нет, не к сожалению, а к счастью, все прошли. Давайте-ка проверим этого Лукаса. Возьмем магию. Блин, когда же обновление? Ребята, хочу обнову, хочу новые миссии. Так, это мы ставим на приготовление. И будем сейчас смотреть. Лукас. Какая локация пройдена? Чего вы там не втираете, а? Ну-ка, давайте-ка еще разочек. Разведочка. И что она нам показывает? Так, 77 тысяч. Давайте глянем, что у него там за бойцы. 68 золотых и 41 дерево. Ага, это у нас дамагер. Это хиллер. Так, воин. И, блин, ресторщик. Печалька, печалька. Не будем мы пока его трогать. А есть кто? Ну что опять там произошло? Ну что опять? Где? Кто? Ага. Опять этот огненный элементарь пришел. Ладно, ребят, давайте с ним быстренько завязывайте. Потушите его. И как раз мои ребята отхилились. Просто шикарно. Все, тогда идем смело на карту. И выбираем кого-нибудь послаще, так сказать. Ну что, была не была, будем пробовать. Рискнем, как говорится, своим здоровьем. Ну, а почему бы и нет? Если завалим, то поимеем неплохо сему денег. Так. Хотя, черт его знает. Но пока я рулю, ребята, рулю. Так, 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 так. Хорошо, что мои маги переключились на его магов. Так что у нас все шансы. Ребята, все шансы есть. Все. Все. Победа наша. И я нас поздравляю с этим. 68 тысяч все-таки на дороге не валяются. Да, придется, конечно, всех моих ребят отхиливать по полной программе. Два кристаллика заработал неплохо, да? Так, давай, родная, иди. И ты тоже у меня. Иди, отхиливайся. Так, что тут у нас? Яблочки. О, ребята, а с яблочками у меня полная засада. Все, я не смогу никуда больше выйти. Печалька. А хотелось так повоевать еще. Елки-палки. И денег-то не хватает немножечко. А всего, сколько тут получается? 160 тысяч. Блин. И выходить из игры опасно. Но, к сожалению, ребята, ничего я не могу с этим поделать. Давайте сделаем так. Я буду на стреме сидеть. А на этом с вами пока мы расстанемся. Но буквально ненадолго. Так что ждите. Скоро все будет. Всем привет, дорогие мои. Ну что? Вроде бы пока у нас все нормально. Ах ты, черт тебя подери. Все-таки я проворонил, проворонил на себя нападение. Так, что там у нас? Так, кристаллов у нас больше нету. Так что пока мы ничего не сможем отстроить. Яблочки. Блин, 93 тысячи. Ну, никуда не годится, а. Никуда это не годится. Да, неплохо, неплохо, ребятушки. Меня тут обокрали. Да. Ну, как видите, я практически все деньги свои восстановил. Мои ребята казначей накопили. Так что особо отчаиваться нечего. А вот за подарки, ребята, спасибо. Я вам сейчас их тоже отправлю. Ну что ж, приступим. Так, ребят, забираю я свой сундук. Так, в общем, кристаллы тут набрал. Отдалили камеру. И начинаем тут собирать все, что где плохо прикручено и привинчено. Так, 95 тысяч яблок. Казначеи у меня растут. Даже очень хорошо. Так, деревяшки мои. Ух ты, деревяшки тоже растут. Ну что же, вроде бы пока и все, да? Давайте этих алхимиков вернем. 12 сундучков. А, нет, 11. Какие 12? Что-то я уже... Это... Ну давайте вскрывать и смотреть, что из них выпадут. Так, ну тут ресурсы. Давайте красный начнем. Вау! Оговорились, что... Ничего себе. Оговорились, что с этого сундука падают только ресурсы. А вот и нет, ребята. И сейчас вы это прекрасно видели. Что выпала мне подвеска. С 2700 хп. Это очень хорошо, я считаю. Хм, шикарно. Особенно магам или воинам. Это будет просто подарок судьбы. Ну а с этих сундучков, ребята, маленький шанс выпасть чему-то хорошему. Но, тем не менее, ресурсы мне нужны сейчас. Так, отлично. Так, здесь что у нас? Здесь хоть яблочки падают. А яблоки, вы сами прекрасно знаете, нужны мне для походов. Что так медленно-то? Открылся так медленно, неторопливо. Я думал, что что-нибудь сейчас выпадет. Но не тут-то было. И последний сундук. И ресурсы. Ладно, хорошо, ребята. Ресурсы так ресурсы. Давайте тут немножечко у меня подкопилось. Мне не хватает буквально... Ой, немножко. Ну что же. У-у-у, да у нас тут орки. Ребята, у нас вторжение. Как раз подстать. Как раз. Давайте начинаем их разбирать. Забираем магию. Так, давай вот эту вот и броню. Ну что такое. Вот, отлично. Все. И давайте поставим на замену. И я думаю, можно смело отправляться на карту. Так. Родные мои ворки, дайте-ка я вас сейчас немножко пощекочу своей магией. Так. Давай-давай-давай. Разбираем, разбираем. Мне нужны сундуки. И вы никуда не денетесь, к сожалению. Вы же пушечное мясо. Все, упали. Да елки-палки. Ну какого фига вы начинаете лагать опять, а? Отлично. Сундук мой. Я его, естественно, сразу же буду вскрывать. Так. Давайте глянем. И... И только ресурсы. Хорошо. Давай-ка иди подлечись. Так. Этот у меня уже ходит просто так. Да? Он раскачался до сорокового уровня. Надо, знаете, что сделать, ребята? Давайте глянем. У меня что, все сорокового, что ли? Я не врубился. Хе-хе-хе. Такого вроде быть не может. А, почему не может? У меня может быть такое. Но по звездам. По звездам кто-то должен отставать. Так. Деньжата опять подкопились. Давай, иди-ка сюда, Любомир. И... Кого мы возьмем-то? Я даже не знаю. Давай-ка тебя глянем. Драгомир Ивор. Ивор. Я даже не знаю. А у тебя что? Третий уровень повара. Как-то не очень-то хорошо. Ну, я вижу, слабее тебя здесь никого нет. Ладно. Пока постую меня здесь. Давайте-ка глянем. Так, деревяшки. Давайте-ка глянем. Блин, я даже не знаю, на кого глянем-то. Хотелось бы, конечно, его куда-то примостить. Но а куда? Ладно, ребята. Отправляю я его в алхимию. Пускай учатся на алхимика. Так, ну что. Здесь вроде бы пока все нормально. Это все еще у меня там лечится. 28 минут будет делаться броня. И остался у меня еще один чувачок, который будет развиваться. По-моему, ему осталось один уровень, и он тоже будет сорокового. И это даже неплохо, ребята. Так, ну что, остались считанные секундочки. Так, родной, давай-ка вот сюда лучше будешь поваром у меня. Будешь у меня изучать поваренское дело. А здесь у нас что? Так, ладно, мы пока ее трогать не будем. Это у меня отхилилось. Все, ребятушки, отправляемся прямиком на карту. Там у нас, по-моему, еще несколько орков. Раз-два, два орка. Отлично. Начинаем их разбирать. То есть два сундука нам еще обеспечены. Это как пить дать. Отличненько. Все, сейчас быренько их разбираем. И все. Ну, а потом, естественно, ребята, пойдем пвпшиться. Тут как ни крути нам придется. Денег нам не хватает. С ресурсов мы не зарабатываем определенную нам сумму. Поэтому все это будет впереди. Отлично. Орки упали. Сундук наш. Победа. Домой. И сейчас что опять? Опять крысы. Да как вы уже надоели мне, а? Крысы. Хорош. Уже они добрались до заломанной. Что им там понадобится? Ладно, еще на кухне, я понимаю. Ну, там-то что? Так, опять ресурсы. Ладно. У меня уже 125 тысяч яблок. И это очень хорошо. Потому что мы с вами можем здесь очень прилично уже побегать, походить. Как минимум 12 ходочек сделать. Так, это у меня целенькое. Все, сейчас они будут у меня отхиливаться. И мы с вами, ребята, продолжим. Там последний, по-моему, орк стоит на карте. Его надо раздеребанить. И, в принципе, делов-то на копейку. Наконец-то воин мой отхилился. Давай, красава, иди. И начинаем нападать на этого орка. Единственного последнего. Да, их тут много. Но это все ерунда. Сейчас мои маги быстренько с ними разберутся. Так, держись, держись. Краса, не падай. Отлично. Добираемся до магов. Как же так, упала, а? Не выстояла все-таки. Но результат у нас один и тот же. Победа за нами. Ну что такое опять-то, елки-палки. Все нормально. Отлично. Сундук у нас. Ну что же, опять их в лечебку. Блин, как же я хочу прапать эту больницу. Чтобы они хилились, как раньше, в добрые старые времена. Моментально, так скажем. Ну а мы открываем сундук. И что у нас тут? Хей. Ресурсы. Что-то мне не везет. Не везет в последнее время. Ну да ладно. И что же. На этот раз, ребята. Сейф. 900 тысяч. На этот раз нам надо будет идти уже на игроков. На замки нападать. У нас другого варианта нет. И денег-то буквально надо немного. Ну как немного. Все-таки 100. Почти 100. Так, 60. 167 тысяч. Это довольно приличная сумма. Это придется не один замок нам, как говорится, ограбить. И еще неизвестно, кто там у меня стоит. Поэтому надо проверить. И все-таки меня смущает одна мысль, ребята. У меня красава стоит с какими? С тремя звездами. А тот чувачок, я уже забыл, как его звать. Драгомир или как он там? Увеличать-то его. Давайте, короче, сейчас мы на него посмотрим. Он у меня где? На кухне, если не ошибаюсь, да? Да, вот он. Это у нас Любомир. Он 40 уровня. И все-таки на нем 5 звезд. И я думаю, сейчас я с красы сниму. Все ее прибамбасики. И перекину на Любомира. Я думаю, что так будет эффективнее. Ну, а краса все-таки заслужила отдых у меня. Это все-таки боевой ветеран. Так, скажем. Куда вот ее только примастить-то? Давай, наверное, сюда. Пускай идет за место Любомира изучать поварское дело. Ну, а тебя, Любомир, мы будем одевать в броню красы. Так что не подведи ее. Будь легендарным воином. Так, дубинка. И какое-то колечко. Так, кольцо, кольцо, кольцо. Кольцо, по-моему, у нас стоял на уворот. Или на силу атаки. Нет, на уворот, по-моему. Ну, в общем, как-то так. Ага. Добыча ресурсов в час. 610 еды. Седьмого уровня. Так, где мои повара? Срочно смотрим. Ничего себе, такое колечко пропадает. Или подвеска даже. Давайте-ка посмотрим. 180. Ну-ка. А это? 110. Надеваю. А, нет, 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 нет. Это все-таки у нас подвеска, значит. Ладно. О, на этом вообще нету. Вот ему и наденем. Шикарно. И сколько он будет у меня приносить? 2300 в час. Только один повар. Шикарно. Так, ну что... А, он у меня отхиливается. Да, конечно же, я делал ему броню. Сейчас он у меня стал жирным и будет долго лечиться. Ну, а пока давайте глянем Юру, например. Что там он из себя представляет? 81 тысяча. Так, меч, все понятно. Воскрешение, значит, рез. И хил у него есть. Да, и еще арбалетчик. Ну что ж, довольно неплохо. Думаю, стоит взять его на заметочку. Ладно, возвращаемся к себе. Посмотрим, кто он там. А, нет, он еще у меня лечится. Ну, по крайней мере, уже осталось немножко. Так, Иришка. Иришка, отдаляем камеру. Ну, давай ты уже пухлый. Ну, е-мое, Любомир. По-моему, Любомир, да. Давай, отхиливайся по речи. И пора уже нам идти с тобой воевать. Я заодно посмотрю, насколько ты крут. Как ты у меня обучен. Так, все, вернули. И отправляемся на карту, ребята. Давайте нападать на Руслана. Делать нам нечего. Будем его бомбить. Как говорится, была не была. Так, у него кинжальчик, да? Ну, что такое? Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дела-то у меня, ребята, совсем тут плохи. Разбирает, разбирает. Так, тут броня, скорость атаки. Хотя, хотя, блин, я всю магию потратил. Ой-ой-ой, они рисанули кинжальчика. Ёлки-ты-палки. Не успеем. Я не успею. Ну, резай. Ага, отлично. Все-таки успел. О, вот это шикарно. Но, по-моему, все равно. Какой, блин? Это вообще не мой. Ёлки-палки. Я думал, что это мой воин стал. А это его. Ну, что ж. Проиграл так проиграл. 18 очков минус ПВП. Это очень хорошо для меня. Не так сольем, так будем проигрывать. И сливать. Так, ладно, пускай они у меня пока отхилятся. Слишком это все, конечно, опять же долгое. Ну, да ладно. Некуда нам деваться. Придется ждать. Ну, вот, ребята, мы и отхилились. Так что давайте опять будем на кого-то нападать. Кого нам выбрать-то? Давайте-ка глянем Александра. Попробуем. 71 тысяча хп. Да что такое? Опять кинжальчик. Опять мечник. Ну-ка, давай проверим, что на этот раз у нас выйдет. Ё-моё, маг упал. Да как так-то? О, ребят. По-моему, у него нету реза. О, тогда все ясно здесь. Наша победа, ребята. Шикарно. Сколько получаем? 45 тысяч. Неплохо, я считаю. И опять они у меня идут лечиться. В принципе, что у меня? 781 тысяча. Грубо говоря, еще 120 кусков. И мы с вами можем делать смело ап. Так. Деннис и Куир какой-то, да? Ну-ка. Да, возьмем магию. И посмотрим, что из себя представляет Деннис на этот раз. Ставим на замену магию. А, все, больше не могу. Так, давайте глянем. 102 тысячи. Ядрите его на корень. Ого. Мечик-то неплохой, ребята. Неплохой. И костюмчик, да? Прославленный герой. Шикарно. Ничего не скажешь. Ладно. На него, естественно, мы не будем нападать. Так, а кто еще у нас тут есть? Жозе. Жозе, по-моему, мы смотрели уже, да? Сейчас глянем. О, ё-моё. Нет, нет. Это что-то не то. Так. Здесь у него дамагер. Мечник. Хиллер. И... Рез. Ну, в общем, все как надо, да? Причем с колечками, с бижей. Так что, опять же, мимо кассы. Ну, давайте здесь хоть глянем. Кто тут у нас? Деннис. Деннис и Патрик. Ну-ка, Патрик. А вот это уже... Так. Рез. Тоже два реза, что ли? Арбалетчик. Я думаю, наверное... Хотя хрен его знает. В общем, сейчас мы своих ребят заберем. И мы посмотрим, на кого нам лучше идти. Так. Маг отхилился. А воин, как всегда, от дурачка валяет. До сих пор еще жрет таблетки. И не может никак вылечиться. Ну, мы подождем. Тут осталось немножко. Так. Поленья. Да. Поленья, блин. Это я вот за всю игру сейчас набрал 381 дерево, да? А на аптеке нужно 600. Обалдеть. Ну и кого мне, ребята, атаковать? Денниса или Патрика? Блин, давайте Денниса, наверное, все-таки, а? Аааа. Ёлки-палки. Да тут вообще вата ватой. Хотя. Так. Тут рез. Два арбалетчика у него. И мечник, да? Ага. Ну, все равно надо пробовать, ребята. Так мы ничего не поймем. Так. Красота. Начинается. Ёлки-палки. Да что ж ты такой ватный-то у меня. Я думал, что ты будешь держаться лучше. Ты же мужик все-таки. Ладно, краса, женщина. Но ты-то как ты, как ты так себя ведешь-то? Неужели разобрали, ребят? Да, по ходу дела, нам крышка. Ну, убей ты кого-нибудь там, а? Блин, все. Пипец. Пипец, ребятушки, полнейший. Все, маг остался один. И его, естественно, разбирают. Хе-хе. И минус 13 очков ПВП. Да, как-то я не ожидал. Не ожидал я такого. Ну что ж, поделаешь. Давайте опять. Пускай они у меня лечатся. Забираем их назад и отправляемся с вами на карту. Ну что вы так неторопливо идете, а? Хе-хе. Как будто на прогулку вышли. Видно, не хотят идти на войну. Ну, извините, ребята. Так, Юра, Юра. Пришло. Давайте нападать на Юру. 81 тысяча. Думаю, разберем. Так, что тут? Мечник. Главное убить Хила. Да, конечно. Блин, откуда у них у всех такие мечи? У меня нет такого меча. Какая-то дубина древняя. Неужели опять я проиграл здесь, а? Да, наверное, получится именно так. Хотя, погодите, ребята. Ну что такое? Ну уж... Ага, все, пока идет нормально, ребята. Ну давай, 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 давай. Есть. И остался арбалетчик. Ах ты, е-мое. Как он успел перед тем, чтобы сдохнуть, оживить этого мечника своего? Я так этого и не понял. Пипец, да, ребята? Он оживил мечника, сам сдох. И нас, в принципе, этот мечник и раздеребанил. Ну, еще, конечно, ему там помог этот лукарь. Для меня это было, конечно, нежданчиком. Переносим их обратно в отряд. Давайте, давайте, давайте по-шустренькому. Дмитрию ставим тяж. Короче, он в этой робе падает слишком быстро. Так, отлично. Ну что, давайте глянем теперь на карту и будем смотреть, на кого нам нападать. Эндрю. Двадцать первый уровень. Так. Восемьдесят пять тысяч мощей. Ну что же. Тут у него воскрешает. Это хиллер. Воин. Арбалетчик. И опять хиллер. А, так у него еще и пять персонажей. Ну что же. Блин, а что такое? Почему они полностью восстановили здоровье? Кто такой? Вроде только что отхилились. Какого лешего-то? Не могу понять. Ай, елки ты палки. Я же ему броню поставил. Ну, естественно, ему придется еще дохиливаться. Черт, как же я забыл-то, а? Ладно, придется маленько подождать. Шестьдесят восемь тысяч яблок. Это еще буквально шесть ходок, ребята. И я практически постоянно сейчас проигрываю. Мне нужна соточка. В любом случае. Я не уйду отсюда без апа. Я буду кроптеть, пыхтеть. Но я заработаю эти деньги, как ни крути. Ну что же, ребята. Мой толстячок вылечился полностью. Поэтому давайте сходим на карту и глянем. Кого-нибудь хорошего. Давайте, наверное, начнем с Патрика, да? Патрик вроде бы у нас семьдесят пять тысяч мощей. Ну, давайте рискнем своим здоровьем. Я думаю, что у нас все получится. Так, понеслась, родная. Даже не думайте, ребята, меня тут накумарить. Так, отлично, завалили. Но они его рисанули. Но и моего тоже. Так, хорошо, что мои маги переключились на его магов. Это уже что-то. Все, арбалетчик упал. Естественно, мы здесь добиваем. Даже не думая его рисануть. И победа за нами. Мы получаем двадцать две с половиной тысячи золота. И это хорошо. Но что там опять происходит, а? Что опять? Опять огненный элементарь меня посетил. Ладно. Давайте, ребят, поставим опять лечиться. Ну, а мы тем временем, наверное, сбегаем на карту и кое-что посмотрим. Хотя, что туда бежать-то? Надо, наверное, кому-то, может быть, оружие поменять. Ребята мои вылечились. Поэтому давайте их обратно забираем. И сиганем на карту. Давайте начнем с Руслана, наверное, да? Я думаю, можно его вначале глянуть. 76 тысяч мощей. Так, кто у него здесь? Маг. Это Хилл. Давайте пробовать, короче. А там уже будет видно, что получится. Ага, у него еще воин-даггерщик. Значит, с ножами. Хорошо. Да почему мой стоит, толстяк, и ничего не делает в стане, постоянно в этом стане пребывает? Ядрить его на корень. Так, ага, упало. Отлично. Продолжаем бомбить. Блин. Ты посмотри, что творит, а? Что творит, зараза? Блин, разбирает, разбирает. И тут, ребята, мы с вами проиграли. Как-то так нелепо и быстро. Я даже ничего, честно говоря, даже не понял, как это и вышло. Стоило всего лишь воину и егоному зайти в тыл к моим магам, как он всех тут же сразу разобрал. Ладно, идите, лечитесь. Ну, а я тем временем пойду на карту и гляну, что там у Руслана за воин такой. С ножами. Давайте-ка посмотрим внимательно. Так, а, это маг, это не то. Вот. Что у него? Так, колечки на урон, на уворот. Ножички, 808 урона и плюс статы. Неплохие довольно-таки статы. И я, вот знаете, что я думаю? Давайте сделаем так же. Я своему воину поставлю вместо вот этой ватной булавы тоже ножи. И посмотрим, что из этого выйдет вообще. У меня, конечно, немножко послабее, но с одним статом все-таки они идут. Как говорится, возьмем на пробу. Так. А тебе? Нет, тебе это ничего. Так, давайте. Все, решено. Меняем. И не будем даже раздумывать. Давайте одеваем. На худой конец, если даже дело у нас не пойдет, мы в любой момент можем их заменить. Да, мы, конечно, проигрываем по атаке. Но я думаю, по скорости мы должны выиграть. Так, а ты с этим посохом, с дурацким у меня, от которого, в принципе, нету никакого толка. И, может быть, тебе... Нет, этот слишком, слишком для тебя рано еще. Может быть, тебе поставить обратно посох на урон? Давайте поставим. Все-таки маги с силой урона магической очень даже хороши. Будут прикрывать моего танка. Так, все, они отхилились. Давайте возвращать. И попробуем опять же напасть на этого Руслана. Вдруг у нас получится на этот раз его завалить. Там чуть-чуть буквально не хватило. Не знаю, что нам помешало. Как он пробился к моим магам. Ну, правильно. Мой танк упал, он сразу переключается на магов. Тут, в принципе, все понятно. Единственной загадкой для меня остается, это... Когда маги воскрешают воинов, они почему-то бегут в разные стороны. Между собой не начинают уже драться. Ну, видимо, тут так. Заведено у них. Так, куир. Что там у нас с куиром? С куиром очень куирно, я бы так сказал. Не-не-не, ребята, арбалет шикарный, конечно. Я себе так уж и хочу. Эпическое оружие даже у него есть. Ё-моё. Так, а здесь... Нет. Ну, у-у-у. Ножи-то какие солидные. Нет, о нем даже пока и думать не будем. Так что мимо кассы. Ладно. Деннис. Что у нас с Деннисом? 102 тысячи. Само собой, мы, ребята, его обходим стороной. И давайте какую-нибудь послабже выберем. Давайте посмотрим Джейка. Что у него здесь? Ну-ка. 96 тысяч мощей. Но все-таки козырные у него, ребята. По полтинничку. У него 50 уровень уже. Козырный меч. Козырная броня. Его, естественно, мы тоже обходим стороной. Так, Русик. Что у нас с Русиком? Так, броня сделалась. Это хорошо. С броней можно, в принципе, много чего натворить. Давайте посмотрим. Так, 76. Ну, почти 77 тысяч у него мощей. Так, это у него кто? Маг. Ага. Лучник. Лук. Лук, в принципе, ну так себе. Неплохой и нехороший. Средний. Это у нас Ресальщик. Ладно. Тогда давайте посмотрим кого-нибудь другого. Ну, я даже не знаю. Деннис. А, Юра, Юра, Юра. Какой Деннис? Деннис у нас в другой карте. Так, давайте этого попробуем разобрать. Ребята, у нас, если честно, очень мало яблок. Если я в ближайшее время не заработаю себе деньги, я не знаю, что я буду делать. Яблоки я не накоплю. Видите сами. По 13 тысяч яблок за один ход. Это надо еще постараться накопить. Так, ну что, ребята. Здесь у нас довольно неплохо идут дела. Очень неплохо. В принципе, осталось только два мага. Должны разобр... Нет, 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 нет. Только... Да давай ты добивай. Ну, пухлый. Ну, е... Ты что ж ты делаешь-то, пухляк? Как тупо... А, нет. Нет, ребята. Возможно. Есть. Он воскресил его. Моего мага. И мы побеждаем. Ё-моё. Все. 49 тысяч мы зарабатываем. И это очень хорошо. Практически мне осталось 42 тысячи. Это один бой. Или два боя по 25 тысяч. Но проблема в том, что сами видите, кто меня там окружает. И с кого я там буду деньги фармить, ума не приложу. Но, тем не менее, будем что-то с вами делать. Возвращаем его на место. И продолжаем с вами, ребята. Идем на карту. Так. Руслан. Я даже не знаю, кого нам Денниса. Давайте попробуем разобрать Денниса. Нам как раз... О! Как раз такой человечек нам и нужен. Именно с таким количеством денег. Главное только победить его, ребята. У меня нету яблок, понимаете? Это мой последний шанс. Если я прогораю, то все. Пиши, пропало. Да как ты мог упасть? А, во, молодец. Молодец, что рисанули его. Так, давайте магов этих разбираем по-быренькому. Давай-давай-давай-давай. Немножко, Стас. Ну, да дочикивай ты его там, елки-палки. Что-то там галюны ловишь. Давай-давай-давай. Ну, маги, молодцы. Умницы. Сработали шикарно. Просто друг друга лечат, резают. В общем, ребята, мы победили. И, наконец-то, я вроде бы... Сейчас проверим. Набрал определенную сумму, да? Ух, великолепно. И тут без всяких там разговоров, компромиссов, я, естественно, делаю себе сейф. Тут к бабке не ходи. Однозначно будет сейф. И он будет делаться у нас один день, 12 часов, ребятушки. Это очень долго. Ну, что же, ребята. У меня 15 тысяч яблок. Сделать я, естественно, ничего не смогу. Поэтому давайте я буду заканчивать эту серию. А мы обязательно с вами увидимся в следующей. А на этом все, ребятушки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok